В центре нашей России. В ночь с 3 на 4 мая 1826 года у нас в Белёве умерла императрица Елизавета Алексеевна Романова. Позвольте предоставить слово епископу Белёвскому и Олексинскому Серафиму. Белёвскому и Олексинскому и Олексинскому Сердечно приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, словами вечной пасхальной радости. Христос Воскресе! Белёвскому и Олексинскому! Сегодня мы с вами встречаемся и воспоминаем дату 190-летия со дня кончины благоверной государыни императрицы Елизаветы Алексеевны. Современники называли её светлым ангелом за добрый, кроткий нрав и за её верность и преданность своему супругу императору Александру Павловичу. Для нас же с вами, как и для многих и современников, и, конечно, последующих поколений, особо помнится роль императрицы Елизаветы Алексеевны в становлении дела благотворительности на русской земле. Особо много связано с её именем во время Отечественной войны 1812 года и также вот последствий, поскольку, конечно же, война прошла, а те бедствия, которые коснулись народа, они ещё долго и долго отзывались болью, раной в сердцах многих людей и многих семей. И вот императрица была для своих современников примером благотворительности, благотворителя, примером милосердия, когда, не афишируя своё участие, она во многом даже отказывала самой себе, чтобы помочь людям, помочь разным абсолютно людям, не только дворянам, которые потеряли прежнее положение, потеряли какую-то имущественную составляющую, каковых, кстати, было весьма много после Отечественной войны, но особой заботой её пользовался и простой народ, который потерял, возможно, всё, потеряв и кормильцев своих, и не имея возможности опираться в этой жизни на кого-то родного, близкого человека. И вот императрица Елизавета Алексеевна как раз явилась тем человеком, который очень-очень многое сделал для того, чтобы облегчить участь этих людей, этих семей, пострадавших в годы войны, и дать им возможность для того, чтобы восстановиться, воспрянуть, возродиться к новой жизни, уже в новой, восстанавливающейся после вот этой страшной Отечественной войны стране. Сегодня мы с вами воспоминаем эту дату со дня кончины императрицы, и я прошу, приглашаю всех вас совершить совместную молитву в память о этом удивительном, добром и милосердном человеке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok